Кирилл Олегович, расскажите, какая поддержка инновационных предприятий оказывается в регионах наших? Вначале буквально пару слов вообще про программу поддержки на 13-й год. Хотелось бы отметить, что Минэкономразвития в июне проводил конкурс, в июле были подведены итоги, в августе сейчас мы подписываем соглашение на привлечение тех федеральных средств, которые мы выиграли по конкурсу. И сразу стоит отметить, что мы на 10 миллионов привлекли больше, чем было нам изначально запланировано. Минэконом нам выделял 178, мы привлекли 188, то есть мы тот лимит, который нам, соответственно, изначально заложили, превысили. Это говорит о том, что, в общем-то, наши программы получили одобрение Минэкономии, нам доверяют, соответственно, выделяют больше денег. Соответственно, сейчас в августе мы подписываем с Минэкономразвития соглашение, и вот сейчас в августе мы приступаем к активной фазе реализации тех мероприятий поддержки. То есть, в принципе, до этого конкурса мы фактически не могли реализовывать те мероприятия, потому что ждали именно подтверждения этих наших мероприятий. В счастье инноваторов стоит отметить, что у нас есть специализированная программа по поддержке инновационных компаний. В том году у нас было 12,5 миллионов на нее выделено, в этом году 18 миллионов. Соответственно, мы из областного бюджета больше денег заложили и из федерального бюджета больше привлекли. И инновационные компании у нас могут воспользоваться субсидиями, получить субсидии на приобретение оборудования. Это до 75% понесенных затрат в размере миллиона, если у них до 30 человек, и до 1,5 миллиона, если у них более 30 человек работает. И, соответственно, затраты на подготовление и сертификацию. В ближайшие перспективы мы также добавим к этим мерам поддержки и субсидирование затрат на аренду производственных офисных площадей. Но также стоит отметить, что наша новая программа на 13-й год, она, кстати, была полностью переработана в сравнении с 13-м. У нее очень много отличий не только в увеличении объема финансирования, но и в составе мероприятий. И вообще сама направленность программы получается именно нацелена на поддержку реального сектора экономики. То есть это производство, сельское хозяйство, социальный бизнес, услуги. Но, соответственно, производству, инновациям мы уделяем особое внимание. В принципе, новаторы могут получить поддержку в рамках практически каждого мероприятия и программы. Это и субсидирование первого платежа по лизингу, субсидирование самих лизинговых платежей, субсидирование процентов по кредитам, микрозаймы поручительства, субсидирование затрат на выставочную и ярмарочную деятельность, субсидирование затрат на подключение к электросетям. То есть это достаточно такой широкий спектр, который мы можем предложить инновационно, в первую очередь, ну и любым производственным компаниям. А с какого числа этой поддержки уже возможно? Буквально сегодня, вот с утра, был подписан приказ комитета, я его подписал, о том, что мы запускаем именно конкурсный отбор. Поэтому приглашаю всех желающих подавать заявки. То есть смотрите на сайте комитета условия, формы, подавайте заявки. Это касается и инноваторов, и по лизингу. То есть на сайте комитета вся информация актуальная представлена. То есть еще раз скажу, что мы, в принципе, начинаем сейчас активную реализацию тех мероприятий, поддержки, которые были запланированы. А вообще инновационные предприятия в регионе чем представлены, в каких областях? В каких областях нас больше интересует сейчас наш регион? Ну у нас, если вообще, ну вообще это производство, безусловно, это производство, такое, наверное, ну не очень крупное, но вот такое как раз, как именно малое там предпринимательство, да. И сфера IT. То есть в этом сейчас нуждается наша регион, да? Вот какие-то инновации, на ваш взгляд? Вы знаете, ну мне кажется, регион нуждается в любых инновациях, какие бы они ни были. Будь то инновации в производстве, будь то инновации в сельском хозяйстве, в социальной сфере и так далее. Инновации встречаются везде на самом деле. Но вот именно наибольшая часть, конечно, это производственная и сфера IT. Но также есть инновации в сельском хозяйстве, есть инновации в сфере, ну, услуг, скажем так, в социальном предпринимательстве.